Мальчик выбирает девочку Мальчик выбирает девочку Сценарист и режиссер Михаил Бат-Адам Мальчик выбирает девочку Мальчик выбирает девочку Да, общежитие четвертого класса Спуститесь прямо вниз и поверните налево Спасибо Спасибо, добро пожаловать Ты можешь пока принять душ Но я принимала душ вчера У нас моются каждый день Лучше привыкнуть к этому сразу Вы видите? Это, например, не подходит Ну давай, давай Я не хочу Плохо, что ты с этого начинаешь Мне нужно полотенце Вы не привезли полотенце? В списке, который мы получили, не было полотенец Хорошо, я дам вам новый список Совсем чего не хватает У нас все принимают душ вместе Так что нечего стесняться И лучше привыкнуть к этому сразу Спасибо за субботу Спасибо за субботу Спасибо за субботу Она не хочет, чтобы они уезжали Отец ее убеждает Она очень грустная Мне кажется, она плачет Вроде бы, отец ей что-то обещает Мне кажется, она соглашается Куда уезжают ее родители? Я не знаю Она кажется тебе симпатичной Не знаю Хана, познакомь ее с ребятами Я иду к лошадям, хорошо? Ладно Не грусти, пойдем Иди, иди Не стесняйся Это Ури, наш лентяй Это Тами, наша Плакса Это Шлома У него самая большая писька в классе А это Хава Она делает все, что ей говорят Ну и что, это лучше, чем быть такой в руне, как ты Заткнись Сама заткнись Наконец ты нашла, кому подлизаться Ты уже достала Выйди из нашей комнаты Тебя забыла спросить, что делать Убирайся отсюда, это не твоя комната Я буду здесь столько, сколько захочу Не трогай мои волосы Отпусти мои волосы Иди отсюда Может дадите спокойно почитать Это моя книга Неправда, я ее вчера взяла в библиотеке Я первым начал читать Не смей больше ее брать Эй, Ронни Эй, Ронни Прочь с дороги Эти двое из пятого класса Этот в белой рубашке Геора Он парень Ханны Правда? Да А второй Дуду Твои родители далеко живут? Нет, это здесь, близко О, сколько кусков ты принес сегодня Как обычно Но сегодня у нас одним ртом больше Я не ем хлеб Что это значит? Конечно, ты будешь есть Привет, Ая Ты помнишь меня? Помнишь, я был у вас в Тель-Авиве Да Привет, Ая Меня зовут Гила Я мама Шломи, Ронни и Рути А сейчас я буду немножко и твоей мамой, хорошо? Может, уже снимешь его оттуда? Через 10 минут Ну что ты за человек? Ты хочешь, чтобы он вырос клюнтяем? Ая, познакомься с Цвикой Он тоже приемный сын Расскажи, расскажи, Цвика Какие мы приемные родители Чудесные Отец подвергает жизнь сыне опасности Учит его не бояться Привет Садись, Ая, садись Ронни, не смей прикасаться к пирогу Твоя мать не для того Всю ночь его пекла Чтобы ты пришел и проглотил все За секунду Вот Возьми кусочек Шмиль, пойми совесть Дай ему нормальный кусок А ты не вмешивайся Позволь мне делать так, как я это понимаю Ты думаешь, я не знаю этих поросят? Шмиль, посмотри, как ты режешь У тебя одни крошки Ну да, а что плохого в крошках? Вот, бери, Ая, бери Я не хочу пирог Что значит не хочу? Ребенок должен кушать Я хочу, чтобы ты чувствовала себя, как дома Вот А где мои крошки? Разве я тебе не давал? Нет Я хочу отрезать сам, если можно Пожалуйста Ну не увлекайся, Цвика, не увлекайся Ну немного отрежь Шмиль, может снимешь его? Еще минута Нани, сейчас моя очередь Ты из Тель-Авива, да? Я тоже не местный Твои родители тоже развелись? Нет, они поехали в Таиланд Помогать больным детям Где ты живешь в Тель-Авиве? На улице Бне-Эфраим, дом 3 Пойдем, Ая Я вас сегодня укладываю Цвика, подкинь меня Почему? Разве Нани не справляется? Смотри, какая у него очередь Ронни Ронни, Ронни, идем спать Это не страшно? Что? То, что ты сделал с Хавой Попробуй Ронни Ронни, я сказал, иди спать Ложись в постель Заходите, дети Я выключаю свет Мама, спокойной ночи Мама, поцелуй меня еще раз Ты еще не в кровати? Ложитесь в кровать В каких войсках ты будешь служить? Я буду поваром Нет, Цвика, не шути Я говорю правду Я буду поваром Повар, это не настоящий солдат Почему я должен быть настоящим солдатом? А что, ты не хочешь убивать людей? Нет Но если ты не будешь их убивать То они убьют тебя Кто тебе такое сказал? Это не так Если я не захочу убивать их То они не захотят убивать меня Почему ты не раздеваешься? Ты об этом не думал? Ну? Я разденусь, когда ты уйдешь Ты не хочешь, чтобы я помог тебе сложить одежду? Ладно Спокойной ночи Спокойной ночи, Ронни Спокойной ночи Ты будешь раздеваться? Алло Все хорошо, а как ты? Ты слышала новость? Я влюблена О нет О нет, это секрет Хорошо Когда говорят по телефону, то разговаривают два человека Если я говорю привет, что вы мне ответите? Привет Как поживаешь? Я в порядке, спасибо А как ваши дела? Все хорошо, спасибо Тогда я говорю вам Тогда я говорю вам Вы слышали новость? И вы говорите мне? Нет, какой? Скажи мне Я влюблена И конечно, вы хотите знать Как его... Как его зовут? О нет, это секрет Хорошо, кто хочет поговорить со мной по-английски? Ронни Попробуем Готов? Алло Привет Как дела? Все хорошо, спасибо А у тебя? Я в порядке, спасибо Ты слышал новость? Нет Какую? Скажите мне Я влюблена Как его зовут? О нет Это секрет Хорошо, очень хорошо, Ронни Очень хорошо Вы знаете, когда два человека влюблены То очень часто это ведет к свадьбе Эти двое были влюблены И они поженились Это их свадебная фотография Давайте разучим песню О двух людях Которые влюблены И хотят пожениться Я спою первые Хорошо? Дейзи Дейзи Дай мне ответ Скажи мне да Я скажу с ума От любви к тебе Мне надеть платье? Я не надеваю А я надену Конечно, ты хочешь понравиться Геория Ты умеешь танцевать? Смотря что Разные танцы Самый лучший называется Мальчик выбирает девочку Как это? Начинается с того, что все стоят в кругу Мальчик в середине танцует Мальчик выбирает девочку Девочка выбирает мальчика Мальчик выбирает девочку Девочка выбирает мальчика Аравин сказал, что рано нам жениться Аравин сказал, что нам нельзя жениться Мальчик выбирает девочку Девочка выбирает мальчика Мальчик выбирает девочку Девочка выбирает мальчика Аравин сказал, что рано нам жениться Аравин сказал, что нам нельзя жениться Мальчик выбирает девочку Девочка выбирает мальчика Мальчик выбирает девочку Девочка выбирает мальчика Аравин сказал, что рано нам жениться Аравин сказал, что нам нельзя жениться Все, на сегодня хватит. Один последний танец, хорошо? Хорошо. Станьте парами. Потанцуешь со мной? Ты никогда не соглашаешься танцевать со мной. Я не люблю танцевать. Правда? Но ты танцевала с Георрой. Ладно, пошли. Кто хочет потанцевать? Давай. У нас есть хозлик. У хозлика есть борода. Четыре ноги и маленький хвост. Палкой и линейкой. Чем попадет под руку? Палкой и линейкой. Чем попадет под руку? Палкой и линейкой. Чем попадет под руку? Палкой и линейкой. Он подставил подножку. Шалом. Здравствуйте. Привет. Я сегодня здесь работаю, потому что Целли заболела. Ты новенькая? Как тебя зовут? Айя. Ясно. Ты знаешь, где находится прачечная? Иди туда. Там работает Геора из пятого класса. Ты его знаешь? Он снимает белье, а ты ему поможешь. Да? Кто эта девочка? Дочка в ручей. Друзей Шмиля. Они уехали в Таиланд лечить беженцев. Иди сюда. Да. Поехали. Поехали. Меня послали помочь тебе. Что? Меня послали помочь тебе. Иди туда, где тележка, и начинай снимать. Что? Там тележка. Снимай белье и клади в нее. Диора. Диора. Я не могу достать. Дани и Амалия, а не парочка. Давай на перегонки. Ладно, посмотрим, кто первый. Ой! Пустяки, пустяки. Ничего страшного. И что мы скажем? Я скажу, что это была моя тележка. Ты получила какой-то знак? Мне кажется, да. От кого? Расскажи. Ты хочешь, чтобы тебе все рассказывали, а сама не рассказываешь. Это не честно. Ладно. Вчера перед ужином я сидела там на ступеньках и думала, если Даня меня любит, то он сейчас появится. Не успела я подумать, как слышу шаги за спиной. Я оглянулась. Он стоял там и улыбался. И он спросил меня, почему ты сидишь здесь одна? И я ему говорю, а что, нельзя? Он положил руки на перила и сказал. Я не говорил, что нельзя, я только спросил. И он стоял и смотрел на меня. Но тут подошли другие ребята. Тогда он нагнулся и сделал вид, что застегивает сандалии. Это знак или нет? Конечно, это знак. Почему ты так думаешь? Ну, во-первых, я думаю, что он мог пройти и ничего не сказать. Во-вторых, почему он остался стоять? В-третьих, именно поэтому он сделал вид, что застегивает сандалии. Да, точно. По-моему, это ничего не доказывает. Конечно, ты же влюблена в него. Мне кажется, что он тоже любит Хаву. Почему? Ну, я это видела. Он влюблен в Амалию. Может, он влюблен в них обеи? Нет, ты что? Ясно, что он любит Амалию. А у тебя был какой-нибудь знак Айя? Да, был, но я не уверена, что это знак. Расскажи, вчера, когда я шла на обед, мальчишки из 5-го класса шли с уроков физкультуры. Когда они проходили мимо меня, Арье шепнул Георре, «Это твоя возлюбленная», а Георре ему ответил, «Ну и что, ты ревнуешь?» Это точно знак. А я не уверена. Почему? Если бы это действительно его волновало, он бы так не сказал. Да, я тоже так думаю. Поэтому и сказала, что не уверена. А мне кажется, что это знак. «Души» «Души» «Гребят». Продолжение следует... Ты боишься индюков? Нет. Почему твои родители уехали за границу? Они поехали лечить детей беженцев. А почему они не взяли тебя с собой? Потому что там негде учиться. Ты не скучаешь по ним? Нет, я тебе не верю. Когда мои родители только на неделю уезжают в отпуск, я сразу начинаю по ним скучать. Если я не буду все время думать о них, время здесь пролетит быстрее. Ладно, налей воду в поилке, а я схожу за кормом. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Хана, ты заперла ворота. Мамочка. Хана! Хана! Хана, ты закрыла ворота. Кто тебя закрыл? Хана. Почему? Я думаю, она не заметила, что я осталась внутри. Ты заметила, что Хава всё время выпендривается? Да. Она думает, что Даня влюблён в неё. Может, это действительно так? Чего вдруг? Почему нет? Зачем она ему нужна? Почему ты меня заперла? Этанье, зачем мне тебя запирать? Тогда скажи, кто это сделал? Откуда я знаю? Кроме того, ты сказала, что не боишься индюков. Индюков я не боюсь. Я боюсь тебя. Что? Ничего. Значит, ты меня боишься? Нет. Цвика, давай поиграем в самолёт. Ладно. Ты будешь писать мне письма в армию? Да, но я не знаю адрес. Я пришлю тебе адрес, как только буду его знать. Это правда, что ты тогда сказал? Что? Что будешь поваром? Да, это правда. Все будут смеяться над тобой. Пусть лучше смеются надо мной живым, чем над мёртвым. Если ты умрёшь, над тобой не будут смеяться. Только потому, что постесняются. Перестань морочить ребёнку голову. Наоборот, я навожу там порядок. Ая, тебе пришло письмо от родителей. Шмель, почему ты сразу ей не отдал? Извини, я пошутил. Дашь мне марку? Я обещала Аде. Если я дашь мне, я расскажу, что видел вчера. Что ты видел? Не рассказывай. Давай, Ронни, расскажи. Нет, не надо. Когда ты перестанешь делать только то, что говорит Йоси? Я не делаю только то, что говорит Йоси. Я расскажу, но при одном условии. Нет. Ты не знаешь, какое условие. Знаю, он хочет, чтобы мы поиграли в доктора. Чего ты взяла, что я хочу поиграть в доктора? Тогда что? Я скажу, если Циля позволит показать на ней то, что я видел. Я не хочу. Давай, иначе он ничего не скажет. Не хочу. Покажи на мне. Нет, на Циле. Давай, Циля. Не будь свинью, сделай то, что тебя просят. Хорошо, но после того, как дочитаю страницу. Но без поцелуев. Да ну, так неинтересно. Тогда нет. Ладно, без поцелуев. Поклянись. Ну, клянусь. Чем? Ребенком, который должен родиться у моей мамы. Ага, ты даже не хочешь, чтобы он родился. А вот и хочу. С каких это пор? Мама сказала, что когда он подрастет, он будет чистить ее туфли вместо меня. Ладно. Встань сюда. Йоси, ты будешь деревом. Так. Так, я ничего не увижу. Но я тебе уже все рассказал. Хватит спорить, давай уже. Ладно. Вчера вечером, после того, как мы закончили играть на лужайке, я пошел обратно в нашу комнату. Вдруг я услышал, как в ручке раздается женский смех. А потом мужской голос. Я подкрался немного поближе и в темноте увидел силуэты девушки и парня. Я спрятался в куста. И вдруг девушка говорит, здесь кто-то есть. А парень отвечает, никого здесь нет. Это, наверное, кошка или крыса. Я подошел еще ближе. И что я вижу? Это медсестра Инна и Шимон. Какой Шимон? Шимон, отец Дины из пятого класса. Инна стояла, прислонившись к дереву. И Шимон стоял рядом с ней. Он гладил рукой ее по щеке. Рука скользнула вниз к шее. И он начал расстегивать пуговицы. Очень медленно. Вот так. Инна говорит, Шимон, что ты делаешь? А Шимон ей... Он расстегнул ее кофточку, положил руки ей на грудь и начал ее мять. Как моя мама, когда мешает тесто. Не так сильно, мне больно. После этого он взял её голову, приблизил к своей голове и... Инна! Отпусти мои волосы! Что происходит? Вы с ума сошли? Ронни, тебе не стыдно? Она первая начала. Он врёт. Я не хочу знать, кто начал. Меня это не интересует. Ложитесь, и чтобы было тихо. Адат, ты идёшь спать? Иду. Спокойной ночи. Рассказывай дальше. Расскажу, если цель согласится. Я больше не соглашусь, чтобы ты на мне показывал. Врун, кретин, идиот. Начинаем. Приготовились. Мы споём семь цветов. Циля, почему ты опоздала? Сколько можно опаздывать? Спроси Аду, где Геора. Спроси Аду, где Геора. Знаешь, где Геора? Знаешь, где Геора? Знаешь, где Геора? А что? Я потом объясню. Почему? Потом. Что вы там шепчетесь? Слушайте тональность. Он заболел. Он заболел. Айя, ты ведь поёшь в куре? Да. Что-то случилось? Ничего. Просто я опаздываю. Ладно, беги быстрее. Что ты здесь делаешь, Ая? Я сегодня здесь работаю. Ада попросила меня с ней поменяться. Почему? Она говорила мне, что ей нравится здесь работать. Почему вы поменялись? Не знаю. Она попросила заменить ее сегодня, и я согласилась. Я не согласна. Скажи ей, что сегодня мы справимся сами. Но больше я не хочу слышать никаких замен. Так мне уйти? Почему? Я что, должна одна мыть весь дом? Хорошо, сегодня останься. Но это в последний раз. Ты будешь мыть комнаты, а я вымою ванную. Комнату Георро убирать не нужно. Я уже вымыла ее утром. Комнату Георро убирать не нужно. Субтитры сделал DimaTorzok Ты заболел? Ага, ты разве не знала? Откуда я могла знать? Ты не заметила, что меня не было? Чем ты болеешь? Ничего серьезного, небольшая температура. Давай проверю. Ада! Ада! Ая, идем в конюшню. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты любишь Геору? А что? Ты любишь Геору или нет? Отстань от меня! Говори правду. Ты любишь Геору? Я сказала, отстань от меня. Говори правду, если хочешь жить. Ты любишь Геору или нет? Нет. Лучше не ври мне. Любишь Геору или нет? Я же сказала тебе нет. Отпусти меня. Хорошо, на этот раз я тебя отпущу. Но если ты мне солгала, я убью тебя. Обещаю. Ая! 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 Ая, иди сюда. Я сейчас вернусь. Смотри, Геору для меня разгадал весь недельный кроссворд. Я сегодня его отправлю. Хорошо. Он сказал, что будет делать так каждую неделю для меня. Ты тоже можешь найти кого-нибудь, кто будет делать это для тебя. Я не хочу отправлять. Если бы я хотела, я бы тоже могла попросить Геору. Не думаю, что он сделает это для тебя. Почему? Судя по тому, что он сказал. А что он сказал? Ничего особенного. Что-то обо мне? Кое-что. Скажи. Ты думаешь, что все должны любить только тебя, да? Нет? 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 Продолжение следует... 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 Что такое? Нани и Цвика уезжают. Нани, Нани, где ты будешь служить? Пока не знаю. Нани, Нани. Увидимся. Скоро увидимся. До свидания, ребята. Будете вести себя хорошо? Будешь нам писать? Пиши хоть иногда. Ури, хочешь эту марку? Могу поменяться. На что? На спортивную, треугольную. Помнишь? Ладно, давай. Красивая марка. Польша, да? Тетя прислала. Теугольники. Кто-то украл мои треугольники. Где они были? Вот здесь. Я убью этого вора. Может, ты положил их в другое место? Нет, они были здесь. Ури. Ури, ты куда? Я хочу найти свои марки. Вернись. В чем дело? Они мои. Я найду вора. Ну, хватит. Что случилось? Кто-то украл у меня самые ценные марки. Тот, кто их украл, пожалеет об этом. Иди в свою комнату. Воры, гады, верните мои марки. Хватит, успокойся. Я же говорил тебе, что маркам не место в общежитии. Но это не значит, что их можно воровать. Иди уже. Воры, верните мои марки. Что случилось? Что случилось? У него украли марки. Какие? Треугольники. Самые ценные? Да. Ханна, иди спать. Бедный Ури. Кто-то украл у него самые дорогие марки. Наверное, он их куда-то переложил и забыл. Нет, нет, их украли, это точно. Кто здесь мог их украсть? Кто украл? Кому-то понадобились. Ханна, куда ты пошла? Я сейчас вернусь. Попалась. Попалась. Папа, я тоже так хочу. И ты? Хорошо. Как вы думаете, кто взял марки? Я думаю, это кто-то не из нашего класса. А я думаю, что как раз кто-то из нашего класса. Уже поздно. Утром разберемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хочешь сахару? Не хочешь? Ты на диете? Ты воровка! Ури, что ты делаешь? Она украла мои марки. Они были у тебя в ящике. Ая, ты взяла его марки? Нет. Это точно ты взяла. Я нашел их в твоем ящике. Я не верю, что Ая могла украсть марки. Я тоже не верю. А как тогда они оказались в ее ящике? Я не знаю. Это очень странно. Но я уверена, что Ая этого не делала. Я не брала его марки. Я не собираю марки. Зачем меня обвинять? Ая, пойдем со мной. Я не верю, что это она взяла твои марки. Я тоже не верю. Но это факт. Зачем ей это делать? Она марки не коррекционирует. Расскажи мне, что точно произошло? Я не брала его марки. Может, он тебя обидел? Даже если бы обидел, я бы не стала воровать. Ну, может быть, он тебя разозлил? Нет. Тогда почему ты взяла его марки? Но я же сказала, что не брала. Послушай, Ая, тебе лучше признаться. Ури тебя простит, и мы забудем об этом, хорошо? Бей сильнее. Давай, давай. Беги. Давай же. Давай. Готов? Да. Йоси. Йоси. Давай, бей. Давай. Ая, не дуйся. Просто скажи, что сожалеешь. Но это не я. Это не страшно. Такое может случиться с кем угодно, я тебя понимаю. Геора, давай. Давай. Я не брала марки. Геора, беги уже. Готовы? Да. Убирайся отсюда, воровка. Я думаю, это правда, что о тебе говорят. Что делаешь? Ничего. Пойдем к моим родителям? Нет. Не обращай на них внимания. Пойдем со мной. Я знаю, что это ты подложила мне марки. Чушь. Я всем расскажу. Тебе никто не поверит. И теперь понятно, кто украл шоколадку у Инны. Я хочу уехать отсюда. Куда ты уедешь? У меня есть сетя в Тель-Авиве. Я могу жить с ней. А где ты будешь учиться? Мне все равно. Хочешь шоколадку? Я хочу уехать отсюда. Я хочу уехать отсюда. Дай еще кусочек. Завтра, ладно? Я понимаю, что шоколад не поможет решить проблему. Я думаю, они должны были взять ее с собой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В Тель-Авив. У тебя не хватает денег. У тебя не хватает на поездку до Тель-Авива. Ты не можешь ехать. Сколько ей не хватает? Я добавлю. Нет, нет. Где твои родители? Ты из Кибуца? Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хватит Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Другames и ВОЛСА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И не просите меня вам помочь. Покажи мне. Покажи мне. Оно не у меня, а где? Пойдем покажу. Покажи мне. С любовью, твоя Ханна. Посмотри, тебе надо это прочесть. Что это? Что это значит? Вы сошли с ума? Ты что, читать не умеешь? Что там такое? Что это? Дай и нам посмотреть. Что там, а я? Ханна написала любовное письмо Георри. И теперь убегай. Эй, почему убегаешь? Это точно она написала? Зачем спрашивать, если и так ясно? Там стоит подпись Ханна. И это ее почерк. Что здесь происходит? Ханна написала любовное письмо Георри. Какое любовное письмо? Садитесь по местам и ешьте. Марки пропали, помнишь? А что с Марками? Что, что? Конечно, это Ханна подложила Марки Айе, чтобы отомстить ей. За что она хотела отомстить? Как, ты ничего не знаешь? За Георру, конечно. Это не Айя написала, это почерк Ханны. Вы в этом уверены? Может быть, вы ошибаетесь? Мы не ошибаемся. Ханна, идем. Подлая врунье. Пока не признаешься, что это ты написала, мы от тебя не отстанем. Если не признаешься, ты останешься здесь до утра. Вы меня не напугаете. Ладно, хватит, развяжите ее. Нет, нет, не развязывай. Да ладно, ребята, хватит. Нет, нет, нет. Нет. Ладно, я признаюсь, черт с вами. Да, это я написала, и ни капельки не жрею. Ты мерзкая беженка. Я надеюсь, тебя выкинут отсюда. Хоть бы ты сдохла, я не хочу больше тебя видеть. Хорошо. Согните колени, отлично. И еще раз. Отлично. Вы все прекрасно танцуете. Ну что, девочки, кто хочет солировать? Я вижу три руки. Но нужна одна. Я уступлю. Никто из вас двоих не уступит? Хорошо. Бросим жребий. Отвернитесь. Яэль. Можете повернуться. Яэль. Можете повернуться. Ты будешь солировать. Хорошо, теперь еще раз. Сначала. Сначала. Спасибо. Я иную. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты очень красиво танцевала Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ты остаёшься? Да, увидимся Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Хорошо, что ты приехал, я по тебе очень соскучилась Мы ждали тебя вчера Почему ты плачешь? Почему ты плачешь? Где банка для бабочек? В рюкзаке, может отпустим их? Оставь их здесь Нет, я хочу поймать одну особенную Ладно Возьми Положи сюда свою голову Расскажешь мне, почему ты грустишь? Может быть, как-нибудь, когда вырасту Скажи, цвика, можно ли грустить всю жизнь из-за чего-нибудь? Не знаю Говорят, время все лечит Но я не совсем уверен, что это так Дети, садитесь Мы сейчас начнем Дети, садитесь Субтитры подогнал «Симон» Эй, вот они Да, я их вижу Они нас нашли Они везде за нами ходят Давайте устроим соревнование по прыжкам Ай, рука Что случилось? Рука, что такое? Ой Я думаю, он руку сломал Надо отнести его в медпункт Да-да, быстро Давайте, поднимаем его Надо сестру позвать Осторожнее с рукой Понесли Осторожно Осторожно Ай, отойди Я прошу всех отойти Давай, давай Давай, давай Пошевеливайся Я прошу всех отец Я прошу всех отец Я прошу всех отец Ты что делаешь? Ты чуть не убил ее Чего ты хочешь? Это игра Игра, игра Надо быть осторожнее Да, конечно Отвали Не указывай мне, что делать А то покажу, где раки зимуют Попробуй Эй, послушайте Меня послушайте Отвали, коллега Я сказал, хватит Я прошу всех уйти отсюда И разойтись по своим комнатам Слышите? Нет Нет, не пойдем Тихо, тихо Если я остановил игру Значит, для этого есть причина Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Я не могу себе представить Что мы больше никогда его не увидим Я тоже Почему это именно Нани? Думаешь, если бы это был кто-то другой Было бы лучше? Нет, но Нани еще в субботу был здесь И сказал, что попросит отпуск Чтобы поехать с нами в летний лагерь Может, это ошибка? Я просто не верю, что это правда Можете быть уверены Они все тщательно проверяют Прежде чем сообщать Как дела? Пока Он рассказал, как это случилось? Я не спрашивал И он не сказал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Эй, это неправильно, что вы играете Почему неправильно? Инна сказала, что из-за траура нельзя играть 7 дней Ты считаешь, что если мы не будем играть, то Нани воскреснет? Нет, но мы должны относиться к нему с уважением Что изменит наше уважение, если он лежит в яме в земле? Девчонки не хотят знать правду о жизни Ладно, решайте сами, будете вы играть или нет Играем? Да Геора, бросай мне Привет, Цвика Каждую пятницу мы тебя ждем И когда ты не приходишь, нам очень грустно Занятия в школе почти закончились Сейчас мы репетируем ежегодный спектакль Надеюсь, ты сможешь приехать и посмотреть спектакль Я играю главную роль Это будет в среду, через две недели До свидания, Ая Я играю главная роль Хана, иди к девочкам шить Я поработаю вместо тебя Не хочу, сама иди шить Не спорь со мной Ты прекрасно знаешь, что Геора не хочет работать с тобой Почему? Вы обе можете мне помочь Так и сделаем Эй, выскочка Думаешь, тебе все можно? Никто не хочет со мной дружить Надоело Почему я никому не нравлюсь? Эй, передай мне мыло Ая, Ая Что? Твои родители приехали Родители? Ая, моя девочка Это тоже Это платье Аи Ты не помнишь? И это тоже Мы должны уехать сегодня? Да Это все? Ая, Ая Ая, Ая Цвика здесь Правда? Я только что видел его Здорово Подожди, Ая Я не могу Мне нужно на сцену Идите все сюда Вспомните свои роли Пирам, ты начинаешь Что за народ здесь грубо раскричался так близко от царицыной беседки? Комедию никак здесь затевают Послушаю А может быть и сам при случае к ним попаду в актеры Начинай, Пирам Тисба, подойди поближе О, Тисба, милая Цветов неблаговения Благоуханье, благоуханье О, Тисба, милая Цветов благоуханье Не так приятно мне, как у твоих дыхания Но тихо Слышу голос я О, Тисба Оставайся здесь, покуда А я тебе сейчас явлюсь оттуда Это правда, что ты любишь Дуду? Она его любит, да Пирам Такой букет еще не создан О, мой Пирам С лейной белизною Ты розу победил своей красотою О, юноша, бриллиант души моей Ты верный мне, как конь Вернейший из коней Который никогда усталости не знает О, Тисба, милая Я всей душой с тобою О, ужас, здесь чудовище Спасайтесь На помощь, люди добрые, скорее Я уже не люблю Амалию И подумал, что Теперь пойду за вами И заставлю вас Поплутать порядком через кусты Я буду вам являться каждый миг То лошадью, то свинкой, то собакой И буду ржать, и хрюкать, и урчать И рычать, и жечь При каждом появлении То пламенем, то хищному медведю Со всем моим искусством подражая Ты еще любишь меня? О, как ты изменился Что я вижу? Что на тебе такое? Что ты видишь? Ты видишь только голову осла Если ты еще любишь меня Храни тебя, Господь, благослови Ты превращен Я вижу их коварство Они не верят мне, что я осел Они прикинулись Чтоб погубить меня, они хитры Но я не сдвинусь с места Я буду здесь ходить взад и вперед И песни петь, я буду в полный голос Чтобы они услышали, я не боюсь Как черный дрож с оранжевым носком Как соловей с приятным голоском Как королек с коротеньким пушком И как крапивник Чаще затихая О, кто меня как ангел пробуждает? Кукушка бросила птенца В гнездо Удода молодца Удод от страха Сам не свой кричал И сон нарушил твой О, спой еще Прекраснейший и смертный Мой слух влюблен в твой чудный голосок Как влюблены мои глаза в твой образ И ты влечешь меня к себе невольно И я признаюсь Я тебя люблю Мне кажется, что полюбить меня Это неразумно И все же, говоря по правде Любовь и благоразумие Редко ходят рука об руку Ты так умен И так красив собою Нет, не настолько Но если бы меня хватило ума Выбраться из леса То этого мне было бы вполне достаточно О, не стремись из леса выходить Я не пущу Ты должен здесь остаться Знай, лето вечное Всегда в моих владениях Люблю тебя Ты будешь здесь со мной Скажи, Ая Мне нужно сейчас уйти Ая Я сегодня уезжаю Ты уезжаешь? Почему? Ая Привет, Ая Ты прекрасно играла Ая, это Авигаль Здравствуй, Ая Свика без конца тебе говорит Ты рада, что родители вернулись? Да Тогда почему ты грустная? Я сегодня уезжаю Ты будешь ко мне приезжать? Ты приедешь? Да Правда? Да Авигаль тоже живет в Тель-Авиве Когда я буду у него в гостях Я зайду и к тебе тоже Где она? Ронни, где Ая? Не знаю Ада, ты не знаешь, где Ая? Нет О, вот она Мы уж подумали, что ты не хочешь ехать Ая 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 Ты будешь нас навещать? Я вернусь в Кибуц на следующий год В следующем году ты будешь с нами в Тель-Авиве Нет, я поеду в Кибуц Хорошо, посмотрим Поговорим об этом дома Еще раз спасибо До свидания Всего хорошего Пока Спасибо Приедешь, да? Пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok